Флаг – это отличительный знак, символ государства. Раньше таких флагов не было. Много веков назад люди вместо флага использовали шест, на верхушке которого привязывали пучок травы, ветки или конский хвост, окрашенный в яркие цвета. 22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР постановил считать полотнище из белой лазоревой алой полос официальным национальным флагом России. В этот день над Белым домом впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Российский триколор, что он обозначает, теперь это знают дети шести лет. Об одном из главных символов нашей страны ребятам рассказывают педагоги. Вот белый цвет обозначает мир. Синий цвет, как вы думаете, что это такое? Что у нас в силе? Небо. Правильно, синий цвет – это небо, верность, правда. А красный цвет – это огонь и отвага. Познакомились дошколяты с флагами других государств, а также узнали, где можно увидеть флаг. Такие тематические занятия – часть патриотического воспитания. Тема достаточно сложная, но кое-какие сведения в головах ребят все же откладываются. В каждой группе у нас есть игровая зона, где у нас обозначена, например, Российская Федерация. Подготовительная группа у нас висит с символикой Российской Федерации. Флаг является тоже частью символики Российской Федерации. В каждой группе мы стараемся отметить, как день флага, но по-разному. Например, в младшем возрасте мы с детьми можем сделать продуктивную деятельность, например, флажки сделать, познакомить их. В среднем, в старшем возрасте мы уже там через игры, через настольно-печатные, через настольные, через словесные игры мы знакомим детей. К концу занятия у всех детей появились флаги России. А еще одна подготовительная группа построила целый город. Маленькие архитекторы сами решали, где должен расположиться триколор. Наконец, нужное здание нашлось. Именно экстракция. Администрация. Ну а для чего россиянам нужен флаг, ребята пока поняли по-своему. Чтобы не забыть Россию. Продолжение следует...